За рулем лидирующего красного Жигули отнюдь не профессионал, любитель с третьим разрядом по автоспорту, а точнее любительница, которая всегда готова дать бой на льду даже пилотам российской дрифт-серии. Речь о Марии Синяткиной и единственной на весь край дрифтерши. Интерес к этому мужскому виду спорта у нее возник еще в юности, когда она впервые посетила Кубок Барнаульской ракеты. Я туда приехала с друзьями посмотреть. Как раз Иван Никулин привез туда Аркадия Цареграцева, то есть Красноярска, Дамира Идиатулина, всех вот этих звезд дрифта. Были крутые соревнования. Я еще тогда ничего в дрифте не понимала, но увидела, посмотрела, мне это так понравилось. Я загорелась, мне было тогда 17 лет. Я решила, что я хочу так же. А далее 18-летие, получение водительских прав и покупка ВАЗ-2105, или как она его называет, пятигранника. Однако из-за частых поломок дрифт оставался лишь в мечтах. До тех пор, пока не появился Яков, будущий супруг и по совместительству неоднократный призер региональных соревнований. Именно общение с ним постепенно подтолкнуло девушку на участие в гонках. Мы лично не были знакомы, но машина у него приметная. Он ездил на учебу в политех на ней. И я регулярно в городе видела эту ржавую жигу. Думала, вау, какая классная. Она еще такая громкая. Проезжает по потоку. Вау! Я смотрю, блин, вот какая она крутая, какой там гонщик крутой на ней. Потом еще на соревнованиях увидела, как он ездит. И потом как-то так получилось, что мы познакомились и начали встречаться. К сожалению, сейчас та самая ржавая жигуля любви хранится под слоем снега на заднем дворе. Все силы направлены на красную пятерку. За все время в ней было убито три двигателя и несчетное количество КПП. Однако супругов такие сложности не останавливают. И они по-прежнему продолжают участвовать в соревнованиях. Особенно Мария. Мне очень душу погрело предыдущие соревнования. Она поехала, прям удивила. Я уже не могу какой-то там результат показать. А когда я вижу, как человек растет и у него получается, вот с этого мне хорошее получается удовольствие. Призов у Марии пока что не было. Все же сложно конкурировать с мужчинами на сильно модернизированных жигулях. Да и тренируется она лишь изредка на треке. Ночные заезды по городу не одобряет. Во-первых, опасно. Во-вторых, силы надо поберечь для работы. Мария – педагог дополнительного образования. Учит детей фотографировать. У мальчишки, вау, да, я лечу так же. Ну, девчонки просто с интересом. Ну, прям такого, что там Мария Александровна, там самый лучший гонщик в мире, но этого нету. Но не исключено, что спустя несколько лет слова о лучшем гонщике в мире все-таки прозвучат из детских уст. В первую очередь от собственного ребенка, который не так давно появился у автоспортивной семьи. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.